Добрый вечер. Ну слава Богу, встретились. Вот такой сегодня у нас богатый день. Ответ на валитвы за сынах полгода. В один день все пришло. А кто же отозвался по поводу ставки? В прошлом году один человек на меня вышел. Его фамилия Булкин, Дмитрий, из Калининграда. И он ни слова не говоря, просчитал только, что я там, три книги-то те были не изданы, мы их убрали, которые-то. И он разрешение попросил и сто тысяч мне сразу скинул. Довольно интересно. Ну и вот он как раз и говорит, у меня знакомый есть, он поедет туда и будет сейчас съемки там делать и показывать. А он хоть предлагал там какой-то вагончик. Я говорю, нет, у них есть контейнер, живут хорошо люди, контейнер морской, 12 метров длины, ну узковатый. Ну для нас ладно, если длинный, то мы успеем книги разложить. И они хотят туда свет провести, сейчас он туда едет, там дверь и все наварить как надо. Я говорю, нам вполне подойдет. И два этажа ездят ночевать, но я-то в кабине, я не ухожу. Так что вопрос о ставке пока. Все. Это молитва, это Господь ответил. Главное в Калуге, все как, ну все. И главное, закончил переводы делать этот Ветя Петеримов. И сегодня уже отослали туда документы. Известно, когда ехать. А в один день все. До того удивительно. А я истомился. Это Господь так делает. Да Господь, конечно, делает. Все молятся-то. А я не знаю, как ты доверился Богу, как будет. А видишь, как? Сейчас теперь уже другие вопросы будут, если визу откроют. Во Франции надо заранее заготовить это место. Если собака не пропустит, вернусь назад, собаку оставить у кого-то. Ну, в частном дворе, кто живет. Ну ладно. Вот что, могут не пропустить, да? Да, они очень капризные англичане. Но нынче они изменили это отношение к этому. А в прошлом году любой, кто едет, собаке дают укол. И ты, она должна выдержать, ты с ней жить полгода. Полгода. Я такого даже не слыхал. Полгода. Да за это время можно уже английский изучить. Ну, слава Богу, я рад. Да, конечно, еще бы. У меня такой тоже груст на душе висел с этой ставкой. Тоже я мэлс и мэлс, у меня ничего не выходило. Так вот это выходило, как раз и выходило. Вы только не поняли. Это Господь довел до того, что нам дальше уже терпеть некуда. Я сегодня упал. Господь, хочется сказать, не встану, если не дашь. И вдруг звонок. Сергей Пуков приехал, меня забрал в визовый центр. Ну, я снимки сделал с ней. Могу даже показать тут. Она я не готова. А сама раньше сказала, когда будете получать паспорт от меня, тогда можно будет сфотографировать это. Я ей книги подарил. Я люблю это. Такое мне нравится дело. Ну так вообще, на какое число так планируется? Ну, планируем так, что где-то 31-го мы должны быть там, в Калуге. Ну и пока день мы проведем на раскладку. Все это. Это много времени занимает. Ну а дальше Воронеж. Хотим, не хотим, нам через Краину ехать. Потому что Ростов и там прямо около Крыма. Пугают. Видишь, какие дела-то разворачиваются. Почти гражданская война уже началась. Одной ногой там стоят. И главное руководить всем Турчинов. Пастор сектантов. Никогда не видал такого. И он какой, ой-ой-ой. Он Бога не боится нисколько. Ну а через Украину, через какой город вы поедете? Границу где будете? А там где Ростов. Там прямо рядом въезд. От Ростова. Прямая ветка идет. Нет. Переходить границу в каком городе будете? А там не город. Там не, я понимаю, но заезжать с какого города? Шахты. Шахты. Шахты, где в прошлом году были, нас там ждут. И там надо побыть. Хозяин у него несчастье случилось. Он в своя лесопилка, и рука попала под руку. Ему перепилило там что-то и жилы все, сухожилия. Правая рука, кажется. Сейчас пока заживает, уже скоро год будет. А потом хотят сшивать сухожилия. Не знаю, удастся, нет. Очень нам хорошо там было. Ну, Бог усмотрит и здесь будет. Теперь уже сразу вопросы другие пойдут. Я сегодня уже задаю вопросы. Узнаете там, как из Европы в Данию заходят. Они говорят, заранее надо сообщать там на паром. Ну, надо все это узнать. Это мы можем заранее там из Германии сделать. Опыта на ходу подходит. Там больше нам никогда не быть. Из-за границы мы больше никогда не будем. Мы эти паспорта можем положить. Но вот этот раз, чтобы мы выше, победно. Я уже представляю, что такое. Я знаю, что такое поездка, вот куда вы собираетесь. Тут три дня на машине. Я вот ездил три дня на машине. Это сумасшествие какое-то. А это три месяца. Это же, кто не знает, это не поймет. Пусть посмотрят на видео и на фотографии. Когда мы ищем, где уголок километра два, какая-то лесополоса, и чтобы там как-то завиток был такой, куда зайти-то. А потом разными ветками машину укрываем. Теперь надо как подготовить. Все это успеть до темноты, чтобы огня не было видно. Заметили нас, не заметили. Дыму-то, чтобы не было-то. Если нас заметили, то у нас уже в плане такое дело. Как только темняется, мы заранее находим место и с этого места срываемся и уходим. Если кто-то туда приедет, а нас уже тут нету. У нас все это опланировано и все оправдало себя. Один раз долго не могли сойти с трассы, но сошли прямо рядом и никогда. Палатки натянули вот так, плащ-палатки по два метра-то. И чтобы не видно было. Ну, машины идут, все подготовили. А утром встали у нас с вечера, которое готово было, с собой взяли. А у нас с собой у Николая такое, что на баллонах разогревает прямо внутри машины. Сзади открываем и можно готовить. Ну, то есть у нас уже опыт достаточный. Не было опыта вот этого вот, оформления. А Шенген, известный, мы нынче просто фотографии не дали. Да бы неделю назад получили бы. Вот теперь 2 мая мы поедем, уже имей в виду, понравимся мы или не понравимся, покажемся или не покажемся в его глазах. Кто с нами там собеседование будет вести. Второй раз ехать, мы не знаем, это для нас очень тяжело. Придется или почту заказывать, или как. Ну, а что у нас собеседование? Какие вопросы будут? 104 вопроса, которые дали в анкетах, мы ответили. И все в ответы должны даваться на английском языке. Специальная анкета. Возились отобить, а Петеримов все сделал-то. А теперь поедем дополнительно. Какие документы заранее нужно их все перевести на английский язык? Нигде этого нету. Здесь шенгенскую, германское посольство, мы все на русском языке. Надо же так. Подают визу в прошлом году 200 тысяч человек, или у них несколько человек, которые понимали русский язык. А вот что-то же мудроет. Ну, кому легче-то? Или 200 тысяч человек мучаются, а на этом кормятся цены раза в три больше. Ой-ой-ой, мы знаем, как в один день оформить. Я-то дал знать, и автоматика на меня выбрасывает, как получить визу в Лондон. И все это идут, и идут, и идут заказы. Ну, я один раз ткнул, и там сразу дайте ваш адрес, там, ой-ой-ой, я скорее попятился и закрыл. И вижу, что я им не нужен. Ну, ладно, говорить об этом. Радостно на душе. Когда Бог услышал молитву. Да, и испытывает до последнего дня. Да. И уже я даже, уже стал предполагать, что еще не удастся, значит, пропало кое-что, но на следующий год-то да. И вдруг вызывает, и я смотрю, и там написано мульти, завтра надо переспросить мульти, что они на два раза дали, выходить из Шенгенской зоны-то, или больше, число раз. Ну, как же это, чисто все получилось. Я доволен. Ну да, единственное, вот сейчас тоже такое переживание, через Украину вам пройти бы удачу. Да, советует обходить. Но это нам 2000 километров, надо подниматься к Белоруссии, там где-то обходить, и туда дальше, по Румынии, это ой-ой-ой. Ну, мы решили все-таки по Украине идти. Это все в руках Божьих. Мы можем ее за один день проскочить. Ну, как Бог даст. Выйти пораньше, считай, в потемках. Мы своего не ищем, поэтому, в конечном счете, любое решение от Бога мы принимаем с благодарностью. Сделали фильм, сейчас новый «Я ссылку дам», вот, и, в общем, подготовили. Фильм такой, в общем, монах, тот, который с этим самым, как же его называют, богоборец-то, вот это вот, слушаемый. Григорий, наверное, Баранов? Баранов Григорий, он Михаил. Вот фильм не видели, новый, там, он, это, церковников, там, всех патриарх, он поносит, там. Да, я знаю, он с Невзоровым рядом, около него трется. Да, да. И он приехал сюда, в Барнаул, и мне звонил о встрече. Я даже разговаривать не стал. Мне очень неприятно. Я смотрю, где он берет, и какое у него лицо, и у него, ну, просто такая виновность неизбывная. Монах был, женился, а дальше он сейчас выискивает, уже полностью вера отнята, и он, и главное, зачем он это имя Григорий берет, когда он Михаил, и зачем эту одежду носит. Он, видимо, ну, они часто такие люди. Такой фильм богатый сделал, он хоть там и правда есть, раскрывается, моменты некоторые такие правдивые, ну, прям такой богатый, ну, людей-то, неверующих сильно оттолкнет от церкви. Что там, я это, я что зашел, надо, надо же сделать, я хотел вам показать эту программу по видео, как соединять. Ну, покажите потом. Еще, говорит, Степаненко там как-то на вас выходил? Да выходил. Он книги пишет, ему сейчас некогда, все время свое уделяет вот книгам. Понятно. Он смотрит все передачи, вот ваши выпускаете. Ну, в общем, имеет в виду так постоянно. Вот он давал совет такой, чтобы не делать передачи, в общем, все более 40-45 минут. То есть люди сейчас нетерпеливые, смотреть долго не могут. Ну, мы так и делаем, так и делаем. Но, когда собрание идет, я не могу рвать собрание, это наоборот, ну, это собрание, от меня не зависит. Это собрание, занятие. А остальное, как сказали, мы их смотрим на часы. Ну, биография святого считаю, время, он Володя показывает, что время нет уже. Но я не могу наполовину бросить, вопрос-то не отвечен. Ну, и подальше немножко захватит. Мы так видим впереди сигнал. Он все время мне маящит. Так, Володя? Да. Вот. Ну, и вот это стали сами начитывать. Быстро получается у вас. Вы-то в теме находите, ребята приходят, они тему-то не изучают заранее. Поэтому у вас быстрее получается и точнее все. Ну вот, вы сказали там про это, харизму-то, а этот Сергей-то у меня побыл, посчитали. А мне с другого города уже звонят. Нет, не пускают. У этого тоже харизмы нет. Я говорю, Сергей, у тебя тоже харизма нет. Он засмеялся. И говорит, как вы одни считаете, так и считайте. Это слушается лучше. Ну, ладно, я говорю. Какой вы там что-то беззубый, то другое наговариваете. Наоборот, хорошо слышать. Ну, я не вылазил. Опять скажут, вот он вылез, всех разогнал. Я знаю, еще за мной смотрят-то эти татриоты, радикалы. У меня вчера в контактах тоже. Я же людей в фейсбуке, там, в контактах. Иду там, ну, так понемногу. Больше я в мейл.ру, а в основном, в мейл.ру, а бываю в контактах. И я в этом, в одноклассниках. Вот, и на вас тоже там все нападает, все нападает. Нападает? Новая? А я ничего не знаю, мне хорошо. Вот вышла книжечка, привезли. Маленькая. Называется «Жизнь до и после крещения». Я вам показывал ее? Нет. Ну, у вас, наверное, как вверх ногами она там смотрится. Да нет, нормально. Это отца Геннадия Фаста. Хорошая книжка. Ну, просто хорошая. Что с него спрашивать-то? Он хорошая. Ну, у меня лупы нет сегодня тут просчитать. И вот он здесь. Она небольшая, такая маленькая, удобная. Прямо удобная. Вот. И вот тут один вопрос ему задают. Это он по вопросам тоже задает-то. Как он к Богу обратился-то? Ну, он тут говорит, что из благочестивой минонистской семьи. А потом и говорит. Но мое окончательное, осознанное обращение к Богу произошло через покаяние в 11 лет. А потом окончательное, в 15, когда имя Иисуса спасло меня от падения в адскую бездну. Затем на пятом курсе я встретился с православным рабом Божьим Игнатием Лапкиным. Он и ныне здравствует в алтайском краке и теперь уже, правда, стар стал. Это я стар стал? Я сегодня не хожу и смеюсь. Ой-ой-ой, я ему выговорю. Ты что придумал такое? Стар стал. Этот человек прекрасно знает Библию. Любил ее и жил по ней. Как говорит, как будто в прошлом уже. Для меня, конечно, это не было новостью. Сам там вырос. Но тут было другое. Когда я впервые о нем услышал, меня сразу же заинтересовали несколько вещей. Во-первых, я никогда не видел Библии в руках у православных. Прежнее я с этим не сталкивался. Во-вторых, я услышал, что он, то есть на меня не стрижет бороду, во исполнение слов, сказанных Господом Моисею, не порти края бороды твоей, Левитом, 19-27. Ведет аскетический образ жизни, а мясо не ест вовсе. Силь-то речи какой. Вот это как-то внутренне меня взволновало и привлекло. В сознании сразу же возник образ древнего христианского подвижника. Ведь я интересовался историей церкви, считал соответствующую литературу и знал об отшельниках, подвижниках и мучениках. Это страница 105. Это Сензорский отдел Московской Патриархии. Все это благословленное. Мы отправились в Барнаул, где и произошла встреча, определившая всю мою дальнейшую жизнь. Для начала Игнатий попросил меня истолковать евангельскую прищу о десяти девах. Смотри, Матфея 25, 1-13. Что для меня, разумеется, не составило труда. Я охотно выполнил просьбу и тут же столкнулся с его горящим взглядом. Все, говорит, это ересь. Как ересь? А почему? А что значит, девы уснули? А я отвечаю, ну, утратили духовное бодрствование. Игнатий спрашивает, а кто жених? Христос. А почему девы уснули? Потому что жених замедлил. Так кто же виноват в том, что не уснули? Жених? У меня перехватило дыхание. Не Христос же в самом деле виноват в том, что люди перестают духовно бодрствовать-то. Игнатий предложил толкование этой прищи по Иоанну Златоусту, которая меня поразила. Мы, заявил Игнатий, даем ответы на все вопросы в высшей инстанции. Высшей быть не может. Я подумал, так кто же может так говорить? Игнатий же между тем продолжал. А почему? Потому что вы открываете Библию и спрашиваете, как ты, брат, понимаешь? Как ты, сестра, понимаешь? А мы располагаем толкованием священного писания святых отцов. Конечно, я слышал об отцах церкви, но не знал о том, что их труды сохранились, и ими можно воспользоваться. И далее написано, как в библиотеке там брал, где он был, ему давали. И тут где-то в конце еще говорит так. Я пришел в православие через Библию, через творение святых отцов, через встречу с двумя удивительными людьми, Игнатием и отцом Александром, ставшими моими добрыми наставниками. О, книга какая-то на другой стороне. Она маленькая. Вот смотри, я четверть поднимаю, и как раз четверть. Ну и по ширине. Очень хорошая. В каком году она пошла? В каком году? Ну, наверное, в этом году и вышла она. Вот она, Москва, 2014 год. Нет, наверное, не видать вам. Не видать, да? Ну да. Вот. Что интересно, вот эту книжечку Витина сестра там дала священню к одному, который его сжег в моей книге, который, говорит, тепло в храме-то. Он вот это-то просчитал, о крещении-то. Интересно, заволновался так и говорит, и сестре-то этой, Ольге-то. Так выходит, я совсем не крещеный. Вот это-то. Он нас гнал, мои книги сжигал. А теперь-то дошел до точки. Так что теперь делать? Да ничего нет. К батюшке Актуакиму поезжай, покрестишься, вернешься, будешь крещеный поп. На покой не крещеный. А что за священник? Кто это так сказал? Село Завьялово, Гребнев, или Гридин, как его? Отец Александр. Это Алтайский край. Это он как-то вышел и проповедь сказал. Он совсем такой неречистый. Братья, сестры, а братьев-то и нет. Один мужик стоит там около двери. У нас тепло в храме. Тепло, батюшка, спаси Христос. А почему тепло? Утопили. Это Игнатий книги подарил, а я сжег. Поэтому тепло. Это Новый Завет, наверное, для Крестного Православия. Вот он самый и есть. А теперь-то вдруг просчитал, его и коснулось. Вот мне пишет там очередной, это ваш, как говорится, брат ваш. Ну, нельзя тоже врагом назвать, человек заблуждается. Говорит, ну вот, говорит, он книжек начитался. Ну, типа вы книжек начитались, и теперь толкуете от головы своей. То есть, куда, ходите туда и вставляйте знания. Сначала первое, что я насчитал? Это Библия? Ну, все, ну, то есть, грамотные, так, православие и вообще тех же житиях. Ну, понятно, а где толкование-то мое? Хоть одно предложение найдите. Где толкование-то? Так я и спрашиваю, а где? А он, говорит, он и перевирает все цитатами, все забивает, а так, чтобы пообщаться, по-человечески не может. Не надо. По-человечески. А вот это что, человеческое, говорит? Отойди от меня, сатана, Господь говорит. Ты думаешь о том, что человеческое? Человеческое от сатаны, Христос сказал-то. В этом моя и заслуга, что я с тобой говорю божественным языком Евангелия. А он меня за это хлещет. Я ему говорю, а я ему цитаты, это я говорю, вымыслы человеческие ненавижу, а слово твое люблю. Да. Вот. Ну, то есть люди, понимаете, они себя позиционируют, вот, как православными людьми. Я вот привожу цитату ему, допустим, по десятине из писаний, как Господь говорит, что вы обкрадываете меня. Он мне, что вы вырываете из контекста, говорит, типично баптистские штучки, понимаете. То есть, называя себя православными, люди абсолютно не знают ни писаний, ничего не знают. А вот считают себя бы и продвинутыми людьми. А им это и не надо. И главное, чтобы были иконы мироточивые и мощи. Больше ничего не надо. Обложились, а костями-то и дуркуют. Прямо вот какая-то вот такая вот детская наивность, настойчивость такая. Я ведь привел вот все там, все цитаты по писанию, все привел, ему уже сказать уже нечего. И все равно, впоследствии, все равно. Я уже говорю, вот посмотрите, на перседнике там вот священник Игумен, этот самый Кирилл Сакаров. Я в видео говорю, я говорю, ну что вы умнее, вот, допустим, батюшки вот этого Кирилла Сакарова, вот посмотрите, как он отзывается, Алабкине, где вы там, в этой больничном там храме, где вы молитесь там вместе. Вот. И тем не менее, вот, люди, может, из гордости, как-то не знаю, где-то. Ай-яй-яй. Все это от потери или неимения страха Божия. От пустоты жизни. И вот они все видят, вот, который говорит, я ни одного из них не знаю. А если бы знал, ну, а что знал-то? Ничего у них нету. На их страничку зайдешь, ничего нету. Нету ничего. Ни мысли никакой здравой, ни материала, ни ролика, ничего своего-то нету. Они только откуда-то щиплют. Один на меня говорит, я тут дай посмотрю. Зашел, а у него наших столько роликов, он к себе перетаскал их. Понравились. Вот, допустим, ко мне вот это вот Елена. Сейчас там Башкова пришла. Вот сейчас и сектанты, которые новые люди пришли. Ну, то посчитай, какие люди-то. Они нашли себя, нашли в очах Божьих. И наш форум, и сайт их со всех сторон поддерживает. И мы, говорят, теперь не выходим отсюда. Бывшие сектанты порвали все в православии. Так одна душа на чего стоит-то? За нее Христос умирал-то. А ты-то дать ничего не можешь. Ну, и ропшишь поэтому. Тебе надо работать. Стараться. Исследовать для того, чтобы проникнуть внутрь таинственного замысла божественного. Что там сокрыто? А почему он говорил, говорит, притчами, а чтобы меньше были виновны? Один ответ. Вам, говорит, дано знать, а внешним не дано. Вот и все. Я беру притчу, считаю, я смотрю в нее как в жизни. А другой считает. А что тут? Я понять не могу. Тут так написано. Я помню, как я первый раз считал. И работал в это время на корабле. А на корабле там кобрик. Там никуда не выйдешь. Палуба, кобрик. Ну, штурвал, где я стою. Все на глазах-то. Я в это время первые шаги делал. У меня уже был Новый Завет. Я писал там с чемоданами, наверное. Родным, близким, всем крупно писал. Рассылал разным цветами чернил. И даже сейчас еще сохранились кое-где. Я прямо цитировал и писал. Отдельная бумага была, на которой я выписывал. Вот это моему отцу. А вот это мне. А вот это брату. Вот это дяде. Вот это знакомой. И считаю, я уже разношу симфонию, составляю это. Ну, строчки по полторы-две. А для меня чуть не тетрадь целая. Все ко мне относится. У меня сразу пошла работа. Я начал исследовать и сравнивать. Писание говорит так. 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и в учение. В себя и в учение. И занимайся с ним постоянно. Сравнивай. И вот так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Вот так. Любой, если можно сказать, настоящий православный должен иметь жажду познания. А ведь без Ветхого Завета невозможно, как говорится, напиться знаниями. Ведь полнота знаний сокрыта в целостности Библии. Ведь нельзя одним новым Заветом напоить себя. Ведь правильно? Вот сегодня на наш форум Юлия выставила там, как баптиста поарестовывали. Это история. Тем более она там берет, которые сидели, умерли там, которых я знал. И одна из них осталась до 80 лет. Я, говорит, уже не могу ходить в молитвенное собрание. Там редко, когда бываю. Сижу дома и Библию считаю. Каждый год я ее прочитываю 6-7 раз. Библию от корки до корки она 6-7 раз. Да 6-7 раз вы до патриарха в семинаре, Иосифов, никто не считает ее столько. Они любят ее. И через это слово они ощущены, имеют страх Божий. Их не обрезание не станет ли обрезанием? Как Павел говорит. Вот и все. Вот нахватались вот каких-то поверхностных, таких каких-то этих самых покрышек каких-то. И все, и вот живут этим, и этим удовлетворяются. Да как же этим можно удовлетвориться тогда? Ведь глубине, глубины, глубин никаких не знаю, что по поверхности вот плавают и все. Вот здесь вот отец Геннадий об этом говорит те два вопроса, о которых я постоянно говорю. Вот это два вопроса. Первый вопрос. Рождение свыше. Он прямо здесь так все время и говорит. И второе это быть Вадимом Духом Божьим. Это дело не в грамоте. Дело в том, что Дух Божий подсказывает лево или право. И говорит, вы не будете иметь нужды, чтобы кто вас учил. Не будете иметь нужды. Дух Божий наставит вас на всякую правду. А у них нет ощущения добра и зла. Тьмы от света не отличаются. Это мертвые люди. Вот мне задают вопрос. У нас общий ребенок. Я вот хожу в храм, нам можно ли ходить? Но она не договаривает. Оказывается, у него жена дома, которую он бросил, с которой он венчанный. Я говорю, ходите. Для вас закона нету. Вы погибшие. Закон написан для кого? Для того, кто слушает его. Если вы его отрицаете, Ну, уже перед Богом только. Это у меня был один пацаненок, на мать заругался. Ну, и приехал. А он такой дерзкий. Как она, шахматовая или что было? Пацаненок-то такой дикой прямо был. Мать-то поносил. Она приехала из Тобольска. Не помнишь? Ну, его Леша зовут. Ну, да. Леша зовут. Ее Тамара. Она Тамара. Ну, я еще вызвал его. Мы четыре раза собираемся в течение дня. Разбор делаем попутно, чтобы все у нас было чисто. Я его вызвал. Я-то понимаешь, у меня на все есть система наказаний. Там пробежать, сорвать листик. То есть он должен знать, вещь забыл, с вещью надо пробежать. Это физическое наказание. Физическое – это не только драть задницу ему. Это и ногами шевелить надо. А я ему говорю, Леша, я тебя даже наказать не могу. Нет у меня наказания. Потому ты опасный. Прикасаться к тебе нельзя. Написано «Проклят злословище отца и мать». Бог тебя проклинает. Я еще могу сказать. Какое тебе больше наказание-то? Ты рано умрешь. Посчитай отца и мать и будешь долголетен на земле. Долголетен. То есть много лет жизни проживешь. А непосчитающий рано умрет. Вот вороны дольные выклюют глаза того, кто поносит мать и отца. Ой, Соломон, притча говорит. Он ее дубиной назвал. Дубина? Да. На мать. Ой-ой-ой. Я его поставил на колени перед матерью. Он просил прощения. Обещал никогда, чтобы этого не было. Там и питьемью дал ему. Ну и все проще. Ну вроде наладилось. Она даже до слез дошла. Я говорю, я вас в лагере держать не могу. Не могу. Вы проклятые. Ты проклятый. Из-за тебя мы погибнем, сгорим здесь. Вы даже из лагеря выйдете где-то под кустами ночевать, а утром уехать отсюда. Я им поставил условия такие. И, видимо, он дрогнул все-таки. Это опыт. Перед Богом, наивысшее, это смиренно-мудрее. Смиряться. Ну они же говорят сейчас, я вот хоть и не знаю, на улице-то я не бываю, у меня опыта такого нет, но говорят, что все сейчас дети такие. Они говорят, ну я не знаю, насколько у вас, но округ на городах все такие. Ну, я еще могу сказать. Ну такие. Но он приехал ко мне. Она же приезжает к нам священник и привозит с собой племянника. Ну лет 12 он в алтаре ему помогает. И в этот же день услышали, как он матерится. Я его сразу вывел за лагерь, вызвал дядю его, забери его отсюда, где хочешь, держи. В лагере он не может быть. Он поклинает мать. Он проклятый. Как же он у тебя в алтарь-то заходит, поганец такой? Ну ему это коснулось. Конечно, священник его забрал и уехал. А это жестоко. Зачем ты меня судишь? Что я организую лагерь? Я организатор лагеря. На пустом месте, в степи. Организовал лагерь. Загородил, набрал людей. Составил устав. Сам составил. В краевом отделе юстиции зарегистрировал его. Каждый год собрать детей, опубликовать в печати. Привезти продукты. Хлеб был. Чтобы все было как надо. И была полная дисциплина, как у нас. Ну видите, как наши люди одеты. У нас вопросов даже нет. А вот вчера у нас было занятие. Вы не посмотрели? Я еще не смотрел. А посмотрите. Вот есть такая у меня книга. Для слова Божия нет уз. И там отдельная глава допроса. 140-я где-то там примерно. Ну и допросы. Людей следователь допрашивал. И пишет отец. Такой это Владимир. И что он там говорит? Против меня? Против-то. А дальше говорит его дочка. Ее Татьяна звать. Он Владимир. Она Татьяна Владимировна. 67-го года рождения. Прошло после того 26 лет. Мы не видались. Я ее и не знал толком так. Она там плела, что хотела. Ее родители заставляли-то. Но их даже в суд не вызвали. И не повлияли никак. И вот она вчера первый раз попросилась к нам и пришла. И вчера же попросилась, чтобы все время к нам ходить. Так ей понравилось. И она встала. Это занятие. Занятие. Не собрание, а занятие. Ну недалеко от начала. И она стоит и просит прощения. Покаяние принесла. Заплакала. Мне на плечо упало. Вот такое дело. На основании чего, я не понял. На основании чего она вообще поносила-то вас? На основании того, что сатана есть, дьявол вошел в сердце и все. Ну клевета. Клевета. Что я имею там мой сибирский дом какой-то. Я туда и не ездил. А другие говорили, что в Алма-Ата у меня двухэтажный дом. А я даже там, говорят, и улицы не знаю где. Вот. Ну она что такое? Песня. Она родители сказали, что у нас песни баптистские есть. Ну и вчера она все это просчитала сама. И говорит, я это написала и просит прощения. 26 лет семя лежало мертвого. И вдруг проросло. Она до того была вчера довольная, веселая и попросилась приходить к нам. А родители ее травят против меня по сегодняшний день. Они православные родители. О, она хариска в соборе. Хариска. А он прихожанин. Борода такая у него. Ну, свои какие-то у него. А что же, она поехала без ведома, родители дали? Да. Ну, у нее даже в понедельник, вот сегодня собирались занятия были. А родители против, но она отдельно живет-то. Ну, родители увидят эту передачу. Ну, а они не увидят. А у них ничего нету. А люди расскажут. Ну, даже если кто-то расскажет, что дальше-то? Дальше ничего и нет. Она сказала правду. Они же ей запрещают проводить занятия, а она, наоборот, наставит, чтобы мы приходили, занятия проводили у них. Так она еще, Надежда Васильевна, еще сказала, говорит. Я еще хотела рассказать, как против меня, там люди идут, что и где-то. Ну, я говорю, следующее занятие расскажешь. Ну, конечно, пустое все, но основания-то никакого у них нету. Никакого. У них ничего нету. Совершенно. Но она, говорит, я все время у вас теперь на форуме, все смотрю, считаю, и все нравится. Ну, и зять пришел, внучка с ней пришла. Инотич, а вот сейчас я спрошу, а вот, по-моему, круглого-то и святых отцов или его апостолов были, вот на них тоже так говорили, что вы там от своих великих знаний вот так вот можете проповедовать, а по сути вы проповедуете там, нет у нас истины. Но вы много насчитались, поэтому и знаете много. На кого-то не помните, на кого-то говорили. Ну, а на ком спорили? Об Оригине. Это самый знаменитый был учитель. У него Василий Великий, там Григорьев, все у него были учениками. Но его занесло дальше, и он, чтобы похоти не было, сам себя кастрировал. Он, кажется, присветер был, с него все сняли. И в книгах он говорил, как Осипов, что мучением будет конец, и все во всем будет Бог. И церковь осудила его через пять столетий только. А на его книгах выросли целое поколение епископов и священников. А в книге «Деяния» об апостоле Павле говорили. Безумствуешь, Павел. Про это? Большая ученость. Да, вот так вот. У Павла, наверное, такое. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Он говорит, не безумствуешь. О, да, точно. На вас вчера то же самое он сказал. Он говорит, от большого ума он и несет вот это все. Ну, какое ума-то? Я ни одного класса не учился в семинаре. Ум-то у вас, а не у меня. У меня нет образования никакого. Я все время подчеркиваю. Я просто строительный, все. У меня нет образования. От какого ума? Вы кончаете академию-то и молчите, как рыбы. Вот это и удивительно. Со мной как-то ехал один священник. Хороший. Просто хороший-то. Ну и как-то разговор зашел, и он не соглашается. Вот воина Лука Яценевский говорит, дух, душа и тело. Я говорю, два раза в Библии говорится дух, душа и тело. И все. Человек дуалистичен. Никакой триады нет. Дуалистичен, это значит в нем два элемента. Тело и душа. А как же дух? Дух это настроение. Я по всем местам писания-то его провел. Он молчит, а нам говорить надо, мы выйдем в тамбуре. Приехали в Москву вместе. А я еще не знаю, какую работу Бог ведет. И в это время к нам на свидание приехал епископ. И он с ним стал говорить, а мне уже говорить не надо. Он ему доказывает, никакой тройственности нет. А это в виде троицы, человек сотворен. Я говорю, человек умер, душа вышла. А куда дух? В какое место он пойдет? Или два выходят? Дух и душа выходят. Но вы нигде этого не найдете. И дух из него вышел. Но ведь полнота человеческого естества, когда в нем Дух Божий поселяется, тогда человек полон. Да, только тогда. Только тогда. В этом весь смысл. Без Духа Божьего человек еще не состоялся сам по себе. Да. Он сотворил, дал им Духа Святого, вдувал дыхание жизни, живая душа. А человек, который без Бога, у него вообще ничего нет. Так, на одном месте стоит. Пыхит только. Вот эти люди-то, которые за углами-то где? Ну, я их про них и не знаю. Вот вы не сказали бы там. Так их не один, их целый легион. Ну и что? Вот на сегодняшний день, какая у них была радость? Вот у тебя есть, спроси. Ну, укусил он меня, ему радостно от этого? Нет, конечно. Еще он заочно-то укусил-то. Они меня, они меня все отвращают, отойди, говорит от него. Скажи, это не трудно сделать-то. Уйти-то не трудно, скажи. А как прийти потом? Вы, скажи, меня научите, как возвращаться. И причина должна быть какая-то. Отошли от царя, он говорит, везде, говорит, повсюду измена, трусость и обман. Вы хотите, чтобы за мной это осчислилось? Знаешь, мы что-то имеем. Не сообщаясь друг с другом, мы очень многое теряем, не зная с вами. А эти люди, которые приходят, у них ничего нет. Не Христов дух. А люди просто, понимаете, вы как, вы обличаете, вот торговлю, там, крещение, допустим, люди принимают уже все на свой адрес, понимаете. Они приходят в свои, там, храмы и видят вот это то, о чем вы говорите. Они это видят, понимаете. Им нужно как-то оправдывать это. Ну, если бы я только говорил, один говорит, тогда бы это было переносимо. Это не так. Но Игнатий делом показывает, что это невыполнимое дело, он выполнил на меня. И посмотри, какой у нас порядок, оглашенные за дети. Ну, порядок, который у нас, они никогда никто не сделают. Ни один. Ни два, ни три, ни один. Нигде. Это огромный труд. Это ежедневный труд. Они этого не знают, чтобы все до одного сознательно были крещеные. У нас все до одного с полным погружением, старое и малое. Я вам говорю как раз об этом. Мне одна говорит, она говорит, да, ему легко рассуждать. У него он общий, ну, говорит, создал 70 человек, и теперь там рулит как хочет. Я говорю, ну, если легко, почему вы не создадите свою общину, если это так легко-то? Создайте общину, доролите там. В общем, он говорит, дом-то, говорит, церковь-то не переписывает на епархию. Я к епархии не отношусь, это частный дом. Чего ради буду переписывать? Это мой труд. То есть городец, что попало? Дома такого нету больше ни одного в стране, какой у меня дом. Они прямо лопаются от злости, когда я говорю, я говорю, теперь скажите, чтобы человек делал дело божественное, вот как я делал-то, а потом его за это осудили. А потом бы он 11 лет судился, реабилитированный, и отсудил у государства деньги, которых нет. И мне тогда дают в счет компенсации вот эти два дома и территория в центре города, 13 соток. Тут 10-15 машин можно ночевать ставить, это вообще. И кто приезжает? И передает мэр города. И тут же корреспонденты. И фотографируют. И это статья, помещенная в книге «Для слова Божия нет уз». Игнатий Лапкин предпочел недвижимость в храм Божий. Там статья так называется. Чтобы зэку, каторжнику, мэр города за должность гасить приезжал сам. Ну найдите, если знаете. Это особый дом. Этот дом особой харизмой помазан. Дом. Да нет, дом, два дома. Ну и что я злятся. А тут один как-то коммунист. Это у него надо отнять этот дом. Это несправедливо ему дали-то. А у меня решение городской администрации, решение суда, суда. Что решение принято. Лапкин доволен этими домами. Задолженность пока погашена. И возобновлению не подлежит. Я плачу за земля. У меня приватизирована земля. Приватизирована. Все законно. Эти нежилые дома. Мэр помог перевести в жилые. Потом комиссия была. Все отстроили. Храм вот мы с Володей где живем. Вот. Бог сделал так. Он меня любит. И как с неба опустил эти два дома у меня. Да. Да. Тут же все по плодам. Очень легко. Господь предоучил. По плодам определяйте. По плодам узнаете. Я же говорю. Ну что же вы так нервничаете-то. Вы берите любого человека. Вы вот. Я вот лежу там допустим на вас. У вас вместо вашей фотографии стоит там клоун какой-то. Понимаете. Вот почему вы не выставляете. Я уже вижу, что вы уже что-то скрываете. Вы уже нечисты. Вы уже в этом. В самом начале. Вместо своей фотографии стоит какой-то там оборвот. Понимаете как. Уже все показывает нечистоту человеку. Уже доверять этому человеку невозможно никак. И вы пытаетесь что-то доказать. Что-то там осудить. И еще никаких аргументов при этом не находите абсолютно. Так они не находят. КГБ не нашло. До бабки, до бабки добрались. До самого колена. И они ничего не нашли. Когда я отсидел, вернулся реабилитированно. И когда меня первый раз брал и курировал полковник Никулин Юрий Михайлович. Он приехал. Сидим здесь у меня во дворе на скамейке. Он приехал у меня книги купить. Полковник КГБ. И говорит. Ну что сделаешь, Игнать Ильич Ильич. Дураков везде хватает. И у нас, и у вас. За что они вас посадили? Я, говорит, приехал в КГБ, краевое управление. Когда меня осудили. Вы что делаете, ты, говорит. Кого вы осудили-то? Какое он зло принес государству. А я же государственным преступником шел. Не просто как-то. А то не с бухты-барахты. Ну вот мне опыт был. Тяжело, конечно. Все, но это все позади. Бог мой. Скала моя. А эти люди, которые ропщат, у них ничего нет. Я говорю, давай поделимся взаимно богатством-то. И мы как-то друг друга больше полюбим-то. А у меня, говорит, ничего нет. Ну, ничего нет. Урод наполненный ядом, и ты плюешься. Я знаю, что у тебя есть. Ты зайди вот у нас, посмотри. 50 книг, аудио, моим голосом насчитано. 50 книг, которых в эфире нигде нет по сегодняшний день. 12 томов Иоанна Златоуста. С какой реверацией насчитано было. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. Это аудио. А видео? Видео, посмотри, 1660 роликов. И они все интересны. Вот это вот вы соединили сегодня мне маленькие две проголубей-то. Главное-то там рассуждения какие. Вот на меня Виктор выходит. Так, ну прощаемся давай. Сергей, отпускай меня.